В эфире Вести Ульяновск, в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите выпуски. Кабы не было зимы, не было бы снега. Как прошел день в Ульяновске под обильными осадками, расскажут наши корреспонденты. Крым наш, поможем Крыму. Гуманитарную помощь от Ульяновской области, теплогенераторы и два грузовых автомобиля УАЗ отправили на полуостров. Едины, вместе мы непобедимы. Представители религиозных организаций области провели совместное заседание антитеррористической комиссии. 400 единиц техники и более 3000 человек отбивали натиск стихии почти сутки. В Ульяновской области нагрянул обильный снегопад. За последние 24 часа выпала почти месячная норма осадков. Дорога под толщей снега за минувшую ночь в регионе выпала месячная норма осадков. В кювет слетели и фуры, и частный транспорт. С рельсов сошел и первый трамвай. На улице Карла Маркса его вытаскивали с помощью тягачей. Пассажиры свой путь продолжили уже пешком. Их утро началось не с чашки кофе, а с физической зарядки на свежем воздухе. Встречать зиму с лопатой ульяновские автомобилисты уже привыкли. А вот для пешеходов снежные завалы – всегда испытание. Казалось бы, такое короткое расстояние, но добраться здесь практически нереально. Зимой здесь заметают так, что машин не видно выше человеческого роста сугробы. Оставленный транспорт доставил немалый хлопот коммунальным службам. Во дворе обычной многоэтажки помощь понадобилась самому трактору. Сколько сам вытаскивал, а тут сам застрял, никто не будет. В 6 утра дороги высшей первой и второй категории были расчищены на 80%. Большинство улиц очищали по 2-3 раза. Но ситуация усугублялась ветром, вызывающим снежные переметы на проезжей части. На главных транспортных узлах спецтехника работала круглые сутки. Взлетную полосу хоть и привели в порядок, но из-за сильного бокового ветра аэропорт не смог вовремя принять несколько столичных рейсов. До утра были закрыты и автомобильные ворота региона. Я считаю, что ситуация работоспособная. Каких-либо чрезвычайных прошествий не было. Когда такие кризисные погодные явления, нужно увеличивать технику, нужно искать варианты, заключать договора с предприятиями. Ну и понимать, что та техника, которая есть, наверное, в полном объеме недостаточно. 400 единиц техники и более 3000 человек в муниципальных районах и в самом Ульяновске очищать дороги от снега стали еще ночью. Не спали и энергетики. Проверяли все резервные источники питания. Итоги подвели уже на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Топленоэнергетического комплекса он работает. У газовиков тоже, слава богу, никаких сбоев не состоялось. Все небольшие отключения, которые у нас были, мы вовремя исправили. Очень много было разных заторов, разных пробок. Если бы не слажена работа, в том числе сотрудников ДИБДД, многие бы просто оставались бы и ночевали бы в очень сложных условиях в своих автомобилях. Такие обильные осадки пришлись на руку, пожалуй, только аграриям. Теплое снежное одеяло надежно защитило сельхозкультуры от возможных заморозков. Сама же Небесная канцелярия уже к выходным обещает сменить гнев на милость. Снегопада не ожидают. Однако власти отменили ряд культурных мероприятий, а также ограничили выезды из районов области в Ульяновск. Кристина Агафонова, Елена Красильникова, Мария Пугачева, Александр Абрамов, Денис Миронов и Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Сергей Морозов в телефонном разговоре сегодня обсудил ситуацию в Феодосии. Там жители получают электроэнергию по 2-4 часа в сутки. Температура воздуха плюс 4 градуса. Занятия в школьных учреждениях отменены. Губернатор поручил отправить гуманитарную помощь от Ульяновской области. Теплогенераторы и два грузовых автомобиля УАЗ. Мы попросили, чтобы все дошкольные образования, которые будут нуждаться в доставке питания, если у нас будет подключено автономное отопление, чтобы мы могли воспользоваться этими транспорами. Да, да. Ну, решение такое принято. Мы сегодня уже обсудили его. Машины приобретены. Сейчас они проходят предрейсовый осмотр. Поэтому два автомобиля Ульяновская область передаст в качестве такого вот дара вашему замечательному городу Феодосии. Плюс 32 источника автономного питания. Мы прям буквально сегодня вам отдадим. В этот момент идет погрузка гуманитарной помощи. Прибыть Феодосия она должна уже к обеду в понедельник. Представители религиозных организаций области призвали ульяновцев к единству в борьбе с мировым терроризмом. На совместном заседании антитеррористической комиссии обсудили работу по повышению духовно-нравственного воспитания. В рамках совета рассмотрели вопросы, которые объединены одной темой. Как не допустить распространения экстремизма и терроризма на религиозной почве на территории Ульяновской области? Напомню, менее чем за месяц жертвами терактов стали семеро ульяновцев. Сотрудники авиакомпании «Волга-Днепр» погибли при теракте в Мали. Еще двое в трагедии на Синайском полуострове. При всей важности и необходимости применения в борьбе с экстремистами силовой составляющей, главное, что всегда спасало наш народ от самых страшных угроз, это его единство. И наша с вами задача – уберечь ульяновцев и в первую очередь молодежь от проникновения к ним псевдо-мусульманских идей радикального экстремизма. Задача наша не только заключается в том, чтобы сохранять вот это вот мир и спокойствие, но самое главное – воспитывать будущие поколения в духе любви к родине, в любви к нашей отчизне. И только так мы сможем победить и внешних, и внутренних врагов. По данным регионального ОМВД, экстремистские организации регулярно пытаются наладить деятельность в регионе, а для пропаганды террористы в большинстве случаев используют социальные сети. Только в 2015 году за размещение экстремистских материалов к ответственности привлекли 54 ульяновца. В финале встречи участники приняли резолюцию о недопустимости использования религии в качестве обоснования любых форм экстремизма и терроризма. Мы призываем российское общество к единству, к сплочению перед лицом новой мировой угрозы, активному противостоянию пропаганде и попыткам проявления экстремизма и терроризма. Наш долг – не допустить ни малейшей возможности крепления человека ненавистнических идей в умах и сердцах наших соотечественников и, в первую очередь, молодого поколения. Глава губернии распорядился до конца декабря разработать и принять комплексный план противодействия пропаганде и вербовке. И сегодня стало известно, что похороны сотрудников компании «Волгоднепр», погибших во время теракта в Мали, состоятся в понедельник на Заволжском кладбище. Деревня Погребы находится в считанных километрах от Ульяновска, возле села Арская. Более того, этот населенный пункт в 2002 году был включен в состав областного центра. Однако быт местных жителей существенно отличается от городского. Например, воду до сих пор набирают в колонках, которых на 40 двору в буквальном смысле раз-два и обчелся. Игорь Кранцев наведался в деревню Погребы накануне снегопада, а сегодня путь к воде стал еще более тяжким. Эта колонка – один из двух источников живительной влаги в деревне Погребы. До этой колонки от некоторых домов порядка 500 метров, а то и больше. А основное население деревни – это пенсионеры. По словам Галины Васильевны, довезти воду до их улицы обещали уже давно. Алиевы поверили обещаниям и уже подготовили место для установки газовой колонки, чтобы получать горячую воду. Но пока для этого приходится пользоваться совсем другими нагревательными приборами. Надо сказать, весьма сомнительного качества и на первый взгляд весьма опасными. Вот тут у нас ванна, скупаться, а приходится греть вот так воду, потому что нету колонки. А колонку не можем поставить, воды нет. Вот сюда набираем воду, греем кипятерником, вот у нас розетка тут. Хозяйка рассказывает, что с просьбой довезти воду до их улицы обращались всюду, даже в Москву. И дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Вопросом водоснабжения деревни Погребы занялась прокуратура. Решением суда 13 октября 2015 года исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Суд обязал администрацию города Ульяновска организовать централизованное холодное водоснабжение, утвердив при этом схему ее организации. Мы полагаем, что решение в полном объеме законное и обоснованное. И в случае обжалования администрации, естественно, будем возражать. В этой ситуации жителям остается одно – ждать. И надеяться, что уж на сей раз вопрос с водоводом наконец-то будет решен. И жизнь в пригороде действительно станет похожа на городскую. Игорь Кранцев, Герман Баранов, Любовь Фомичева и Денис Миронов. Весть Ульяновск. Медицина в селе. Как поднять ее уровень? Об этом представители региональной власти говорили на совещании, которое проходило на базе Ульяновского фармколледжа. Его участникам презентовали уникальную лабораторию федерального значения по подготовке специалистов-морфологов и новую программу «Земский фельдшер». Вот это ботофил, это лимфоцин, это палочка ядерный нейтрофил. Мини-экскурс по микросоставляющей крови для высоких гостей организовали студенты фармколледжа. Здесь, на базе нового симуляционного центра, свои двери распахнула уникальная лаборатория. Подобных ей в России единицы, отметил депутат Государственной Думы Григорий Балыхин, который давно курирует образовательное учреждение. Не в каждом медицинском вузе такое уличное. Я часто бываю в московском. Такого нет. На ремонт и оснащение лаборатории потратили 2,5 миллиона рублей. Теперь здесь студенты отрабатывают навыки обеззараживания биоматериала, проводят гематологические и микроскопические исследования. Специалисты такого уровня ценятся на вес золота. Делегаты выразили надежду, что совсем скоро студенты фармколледжа пополнят ряды персонала в медучреждениях региона. В области 487 фельдшерско-акушерских пунктов. А специалистов не хватает. При этом 30% медиков на селе предпенсионного возраста. Чтобы привлечь молодежь, глава региона дал поручение разработать программу «Земский фельдшер». Согласно ей, вновь прибывшим на село фельдшером выплатят 500 тысяч рублей на покупку жилья. Средства эти выплачиваются единовременно. Основной критерий – это чтобы специалист прибыл к нам вновь, либо не работал до этого в государственной системе. И возрастной ценз установлен до 50 лет. Соответственно, 5 лет они должны отработать именно в сельской территории, куда они направлены. Аналогичный федеральный проект «Земский доктор» работает уже не первый год и показывает хорошие результаты, пояснили в правительстве. Сейчас в селах для среднего медперсонала открыты 57 вакансий. Новый проект губернатор назвал приоритетным на период с 2016 по 2018 годы. И в ходе видеоселекторного совещания, которое состоялось тут же в фармколледже, призвал всех глав муниципалитетов области объединить усилия для его реализации. «Если мы переселяем фельдшеры, то ФАП должен обязательно быть отремонтирован. Если мы переселяем фельдшеры, то, б, мы должны обеспечить всю материальную базу, чтобы она соответствовала сегодняшним требованиям. Третье. Если мы переселяем фельдшеры, то село должно получить от нас дополнительные меры поддержки. Например, на строительство тротуаров, на ремонт дорог, на уличное освещение. То есть, чтобы за фельдшером, за представителем интеллигенции, сельской интеллигенции, пошли дополнительные финансовые ресурсы». Обсудили в ходе совещания и общий план работы в сфере медицины на будущий 2016 год, который, согласно распоряжению главы региона, в Ульяновской области пройдет под знаком здравоохранения. Елена Гончарова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Сегодня в Центральной клинической медико-санитарной части прошел необычный концерт. Его посвятили не столько врачам и медикам, сколько мамам накануне Дня матери. Большая часть сотрудников больницы – представительницы прекрасного пола. Самые чувственные поздравления звучали от коллег-мужчин. Наилучшее пожелание виновницам торжества высказало руководство больницы. «Праздник действительно для души. Еще раз подчеркнуть значимость для каждого мамы. Это умные, красивые, замечательные женщины. И хочется в этот праздник всех мам поздравить с таким замечательным праздником. В этот праздник пожелать им тепла, здоровья, уюта». Специально ко Дню матери в больнице организовали конкурс рисунков. Призеров конкурса наградили подарками. Ну а первое место отдали Виктория Рязанкина. О погоде далее. Ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается облачная с преснениями погода. Вероятность осадков небольшая. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус 7 до минус 12. В Ульяновске 8-10 градусов ниже нуля. Завтра днем по области от минус 2 до минус 7. В Ульяновске 2-4 градуса ниже нуля. Местами на дорогах сохраняются снежные заносы.